Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРА-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте и доброе утро, наши дорогие, уважаемые, драгоценные слушатели, ребята и взрослые. Ну, как вы там поживаете? Скажите, пожалуйста, не бойся, истосковались по работе, по учёбе, истомились в этом новогоднем праздничном... Нет, подождите, не тот падеж сейчас подбираю. В новогодней праздничной Истоме, вот так хочу сказать. Нет, конечно же, отчасти шучу. Первое, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое января уже позади. И вот на тебе седьмое наступило. Рождество. Что пожелаем нашим слушателям на Рождество? Задаю вопросы... Хорошего настроения. Исполнение всех желаний. С ведущим Злата Андреева. Злата, доброе утро. Доброе утро. Миша Голиков. Привет. Миша, привет. Меня зовут Владимир Сметанин. Итак, ещё раз повторите, что пожелали на Рождество? Исполнение желаний. Исполнение... Хорошего настроения. И хорошего настроения. Мира в семье, благополучия, денег побольше и так далее, так далее. А вы сами, кстати, отмечаете Рождество, Миша? Я практически не отмечаю. Не отмечаете? То есть традиций в семье таких специальных особенных нету? Нет. Ну, а мы обычно отмечаем, в этом году не знаю. Ну, вроде собирались. А как отмечаете? Собираетесь все вместе с семьёй, с друзьями, да? Нет, не с друзьями, просто с семьёй. С семьёй, да? Опять же, праздничный стол, там, угощение, подготовка. Соответственно, у Миши ничего этого нет. Да. В общем, каким-то таким семейным решением вы всё это дело не организовываете. Хорошо. Ну, так или иначе, ещё раз поздравления принимайте. У нас сегодня в середине часа в середине открывашки будет рождественская композиция, дабы напомнить ещё раз о том, что сегодня не обычный день, а ещё один и праздничный. Ну, а коли новогодние каникулы продолжаются, мы сегодня хотим поговорить о наших с вами увлечениях. Потому что эти, сколько, 9-8 дней – это отличная возможность отвлечься от учёбы, от той же, от работы и посвятить всё это дело своим любимым занятиям. Занятия, как известно, любимые, ну, хобби ещё, да, называют? Да. Они иногда бывают вовсе даже непрактические какие-то. Ну, вот, например, занятия спортом, да, как увлечение. Ведь всё равно человек развивается физически, готовит себя к здоровому образу жизни. А есть такие увлечения, ну, как-то вот, ну, не знаю, собирать, например, что-нибудь, коллекционировать. Вот в моём детстве, например, мы собирали вкладыши от жвачек. Сейчас есть такое, нет? У вас в картинке вкладыши какие-нибудь собираете сейчас? Нет, мы собирали с братом, у нас была коллекция камней, знаете, продавались раньше журналы, где разные камешки, минералы. Вот, и у нас есть такая целая коробка, в которой их больше 20, наверное. А как вы вообще относитесь к тому, чтобы что-нибудь собирать, коллекционировать? Ну, не знаю. Нормально, если это потом не потеряется. Если это не фантики от жвачек, как мой брат собирается всё время делать, у него одна коллекция, я соберу фантики, другая коллекция, я соберу какие-нибудь бумажки, билетики. Ну, такое нет. Ясно. Хорошо, да, мы сегодня и с вами, ребята, наши слушатели, будем говорить о ваших увлечениях и будем, конечно же, задавать вам вопросы, и Злата, и Миша поделятся с нами своими увлечениями, теми занятиями, которыми больше всего по душе. Я так заранее уже забегаю, я скажу, что Миша будет говорить сегодня о музыке, потому что он обучается в музыкальной школе, а Злата сегодня будет говорить в том числе про спорт. Вот она сейчас находится в нашей студии за микрофоном и в руках держит клюшку для хоккея с мячом, да? Да. Это клюшка для хоккея с мячом, она особенной формы, нежели хоккей с шайбой. И, собственно, на столе у нас ещё находится мяч. Это всё не моё. А, всё не твоё. Это, да, не я сама занимаюсь хоккеем. Но про него расскажешь. Да. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Будьте внимательны, общайтесь с нами, звоните. И вот сейчас Злата озвучит те призы, которые у нас есть. А затем мы с вами зададим вам сразу же первый вопрос. Итак, внимание. Сегодня в нашей студии есть огромное количество... Ну, не в нашей студии, а вообще. Да. Сегодня есть огромное количество книг. Это энциклопедии «Военная мощь России», ещё также книга «Страна сказок». И у нас есть много приглашений, например, в Театр кукол или в Драматический театр. Что ещё? Ещё у нас есть приглашения в кинотеатр «Дружба». Так, в кино можем сходить? Да. Могут, вернее, сходить наши слушатели. А побольше о призах вы узнаете, когда до нас дозвонитесь. Хорошо. А есть у нас ещё книжки, да? Вот они у нас лежат здесь на столе. Да. «Страна сказок», «Заклинания желаний». Интересная история. Насколько я помню, мы её анонсировали в программе «В культ поход». Есть ещё одна книжка, так вдалеке от меня лежит. Видимо... А, это про колдунь. «Дикая ведьма». Да-да, «Дикая ведьма». Да, книжка очень тоже интересная. Так что любителям таких историй и увлекательного чтения мы рекомендуем слушать нас, общаться с нами, отвечать на наши вопросы. С вашего позволения я задам первый вопрос. Хорошо. Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны. Да. У него есть увлечение, как известно. Так вот, ребята, чем увлекается глава нашего государства? Борьбой, хоккеем или горными лыжами? 211-101. Звоните. Ну, вот ребята Златова и Миша уже знают правильный ответ, потому что я тут заранее до начала программы его озвучил. Не сложный вопрос, очень даже простой. 211-101, ждем вашего звонка. Ну, кстати, вот эти борьба, хоккей, горные лыжи, как для вас? Ну, для Златы-то понятно. Хоккей близок, раз она с клюшкой. А ты как, Миша, например? Смотрю хоккей с шайбой по телевизору. Хоккей с шайбой, любишь смотреть. Да. Да, хорошо. А борьба? Нет. Как насчет борьбы? Ну, нет. Нет, или горных лыж? Нет. Обычные лыжи. Обычные лыжи. Бегаешь, любишь этим заниматься. Есть у нас звонок? Да, мы будем принимать. Давай, Злата, приветствую нашу. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, я Витя. Мне 8 лет. Я учусь в 17-й школе. Ага. Прости, мы не расслышали, как тебя зовут. Еще раз. Витя. А, Витя. Витя, наш постоянный слушатель программы «Открывашка». Витя, перед тем, как ответить на вопрос, расскажи нам, у тебя есть какие-то увлечения? Да. Что это? Что за занятия такие? Борьба. Еще раз. Борьба. 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 Борьба все-таки? Да. Подожди, ты рассказываешь о своем увлечении или ты отвечаешь уже на вопрос? Отвечаю. А, отвечаешь на вопрос. Хорошо. Витя, смотри, какая история. Борьба, хоккей, горные лыжи – это все, что любит наш президент. Но это все равно один из правильных ответов. Да. Это, в общем, один из правильных ответов. Так что, Витя, ты полно имеешь право на то, чтобы что-нибудь у нас... Да. И хоккей. Что ты хочешь? Хоккей любит президент. И горные лыжи тоже любит. Да. Витя, ты правильно абсолютно ответил. Правильно ответил, что ты хочешь получить. Так сходу можешь сказать? Книга, приглашение. Есть билеты в кино. Билеты в кино есть. Да, есть у нас в кинотеатр «Дружба». Да. Есть билеты в кино. Так что все. Да. Забирай их и иди на любой фильм, который тебе больше всего нравится. Я знаю, что сейчас детские фильмы в кинотеатрах наших кировских идут. Мы тебя с Рождеством поздравляем и с Новым годом прошедшим. Не клади, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашим редактором. Так, продолжаем наш разговор. И так, выход Златы. Злата, рассказывай. Ну, вообще, хоккей — это не мое увлечение, это увлечение. А почему ты с клюшкой тогда? Ну, потому что она красивая. А, клюшка красивая. Ну, и к тому же это средство самообороны, наверное, прекрасное. Да. Да, и зимой им снег можно, наверное, как-то разгребать клюшкой. Если нет лопаток. Хоккей — это вообще увлечение моего младшего брата. Сколько ему лет, напомни? Ему 6 лет. 6 лет. Он недавно начал заниматься хоккеем летом 2017 года. Но, знаете, он уже катается на коньках лучше, чем я. Я не знаю, как он так быстро научился это делать. А ты сколько на коньках уже катаешься? Я катаюсь лет 6 тоже, наверное, вот я с дедушкой каталась. В общем, он за такой короткий срок, буквально за полгода, сделал такой большой рывок вперёд. Да. В плане катания на коньках. Вот. И ещё это увлечение профессии моего дедушки. Он профессиональный хоккеист. Да, он тренер по хоккею с мячом. Он тренирует чемпионов России, чемпионов мира. Они ездили недавно в Швецию. Сейчас он уехал в Ульяновск или в Нижний Новгород. Тоже на сборные соревнования. Да, тоже на соревнования. То есть он, слава богу, действующий тренер. Да. У него вот две команды. Это старшая команда мальчиков, которым уже почти по 18 лет. То есть они закончат в этом году заниматься. И ещё совсем маленькие. Насколько успешно, в плане катания на коньках-то я понял, что он прекрасный. А как владение клюшкой? Он кто в команде? Какая у него позиция? Честно, я не знаю. Всегда по-разному. Всегда по-разному. Как придётся. Пока что мне не удалось попасть на его тренировки. И я не видела, кем он играет. У них всё это уже по-настоящему? Да. Команда на команду. Да. Матч. Поединок. Нужно забивать мячи в ворота. Да. Всё по-взрослому. Да, всё по-взрослому. Вот. Ну, а сам это тебе как хоккей с мячом? Ну, никогда не было мысли? Нет. Ну, почему? Я хотела бы заниматься хоккейом с мячом. Я хотела бы кататься на коньках и играть в хоккей. Ну, а брат-то, кстати, брат-то как зовут, мы не сказали? Брата зовут Виталик. Брата зовут Виталик. Виталик уже высказывает такое серьёзное намерение продолжать всё серьёзнее и активнее заниматься хоккейом с мячом. И мама тоже так делает. И мама что делает? Мама? Мама хочет, да, чтобы он вырос хоккеистом. Понимаю. И мама тоже всячески за то, чтобы Виталик вырос профессионального хоккеиста. Отлично. Давайте следующий вопрос нашим слушателям задавать, и потом мы уже к музыкальной тематике перейдём, и Миша у нас будет рассказывать. Да, Злата, задавай. Ну, так как ещё одно из моих хобби — это рисование. Чуть-то ты расскажёшь. Да, люблю рисовать. Я задам вопрос, немножко связанный с этим. Вот у нас тут, да, в студии на столе. Ну, как немножко? Картины. Да. Это ты рисовала, да, Виталик? Да, это я рисовала, когда ещё маленькая была. Ну, вот мне было там вот, вот на этой вот картине, там вот сзади подписано. Вот эта? Да, сколько мне там лет было. Злата Андреева, 14-й год, это было, ну, 4 года назад, 13 декабря. Да. То есть 4 года назад. Ну, 3, 3 с небольшим, да. А вот. Эта картина — зимний лес, видимо, называется. Зимний лес, такие мазки. Это что? Это ведь не акварель. Это не акварель, это гуашь обычная. Вот, такие большие мазки, деревья, ветви и покрытые как раз-таки снегом. Такая очень колоритная такая атмосферная. И ёлочка тут притаилась ещё внизу, в левом углу. Ну. Вот. Я задам тогда вопрос. Какой вид изобразительного искусства создала Надя Рус? Надя Рус? Да. Для меня совершенно, честно говоря, незнакомая имя и фамилия. Но сейчас выясним. Нам в школе рассказывали. Да? Да. То есть сейчас в школе, в программе есть какое-то упоминание? Да. Ну, по крайней мере, у нас. Да. Мы даже пробовали рисовать в этом стиле картины. Ага. То есть она художница? Да, она художница. Она художница, и она создала какой-то стиль? Да. Хорошо. 211-101. Я могу дать небольшую подсказку. Этот вид изобразительного искусства выполняется исключительно чёрной ручкой. Сразу, без каких-то набросков. И если при... Чёрной ручкой? Да, чёрной ручкой. Шариковой ручкой. Обычной шариковой ручкой. Если при написании этой картины возникнут какие-то неполадки, скажем так, будут какие-то недочёты, то художник должен превратить это в достоинство. А, то есть исправить уже ничего нельзя. Да. Если напортачил, то как-то вот извернись так, чтобы это получилось всё равно красиво. Чёрной ручкой. Ну, вот теперь я уже ближе к сути, уже понимаю. Так, ребята, если вам в школе уже, как Миша и Злате говорили, что же за вид изобразительного искусства с помощью чёрной ручки создала Надя Рус, да? Да, Надя Рус. Звоните. 10-11-101. Ну, мне вот, честно говоря, нравится другая картина, созданная Златой. Морская тут тематика. Да. Это я рисовала... Морские звёзды, рыбы, водоросли. А вот это в центре кто? Осьминожек, что ли? Да, это должна была быть Медуза. А, осьминоги бывают оранжевого цвета, что ли? Я не знаю. Да. Ну, вот так получилось. Так, я это смотрю, когда была создана... Это тут, по-моему, даже не подписана. Создана картина. А просто подписана, что Злата Андреева. Да. Ну, это я рисовала тоже достаточно давно. Без запоминания, когда это было. Хорошо. Миш, приветствую слушателей. Привет. Привет. Как тебя зовут? Настя. Сколько тебе лет? Мне 12. Где ты учишься? В ЭПГ. Какое у тебя хобби? Лёгкая атлетика. Лёгкая атлетика? Ну, а и как давно ты ей занимаешься? Я ей занимаюсь... Третий год пошёл. А что конкретно-то? Это бег? Ну, пока что у нас многоборья, а потом я выбирать буду уже. А к чему уже больше склоняешься? К длинным дистанциям. То есть бег на длинные дистанции? Ну, да. А сейчас зимой где вы занимаетесь? В закрытом помещении, в зале? Да, в закрытом помещении. На соревнования уже ездишь? Ездила? Да. Ну, похвастайся успехами своими. Сегодня можно это сделать в программе «Открывашка». Ездила два или три раза в Казань и два раза в Адлер. О, ничего себе. Супер. Да. Ну, и какие места призовые-то были всё-таки? Ну, пока что нет. Пока нет. Ну, какие? Далеко от тройки лидеров? Нет. Далековато? Нет, недалеко. Ну, четвёртое, пятое, шестое. Ну, что ты говори, не стесняйся. На 600 метров. 600 метров? Там вот четвёртое, пятое, шестое, где-то так. Четвёртое, пятое, шестое. Ну, это ж неплохо, да? Да, первое, пятёрка. Это уже близко, близко. Ну, у тебя желание большое продолжать заниматься, да, лёгкой атлетикой? Да, бегом. То есть, вполне возможно, что мы сейчас общаемся с Настей, которая в будущем станет чемпионкой России, Европы, мира. Может, даже олимпийской чемпионкой. Да, Настя? Да. Хорошо. Теперь отвечай на вопрос. Да, давай. Какой вид искусства создала Надя Рус? Неопоприалистический стиль рисунка. Да, неопоприализм. Это правильный ответ. Как? Ещё раз. Неопоприализм. Неопоприализм. Боже мой, я сейчас открытие для себя сделал. А что означает это слово? Ну, наверняка что-то означает. Что-то означает. Потому что явно оно не русское. Рисунок чернильной ручкой. Рисунок чернильной ручкой. Хорошо. Так, мы тебя поздравляем с победой в программе «Открывашка». Заодно и с Рождеством. Да. С новогодними праздниками. Что ты хочешь выбрать? Есть конкретная цель у тебя? Какие приглашения остались? Приглашения. У нас есть ещё приглашения в Котокафе Зуки. Приглашения в Театр Кукол. Приглашения в Собачью деревню Махнати. В Батутный парк Марио. Батутный парк. Отлично. Ну вот. Всё. Не клади, пожалуйста, трубку. Пообщайся с нашим редактором, с нашей помощницей. Она запишет и подскажет тебе, куда нужно обратиться, чтобы воспользоваться этим подарком. Так, продолжаем открывашку. Сейчас Миша задаст свой вопрос. Но перед этим он расскажет вкратце про своё увлечение. Я увлекаюсь музыкой. Музыкой. Я учусь в первой детской музыкальной школе, в четвёртом классе, перед этим ещё два дошкольных, на отделении фортепиано в оркестре на Тубе. Отделение фортепиано, оркестр Туба. Причём у тебя два инструмента. Туба и фортепиано. Да, это был саксофон, но перевели на Тубу. Но не пошло. В общем, сейчас Туба и фортепиано. Миша, я немножко подготовился, чтобы напомнить ребятам, как Туба звучат вместе с фортепиано. Вот я скачал небольшой отрезочек. Давайте послушаем. Давайте. Спасибо. У меня сейчас мысль пришла. Музыка идеальная, по-моему, для первого января с утра. Шаляй-валяй. Такое не хочется вставить. Ну, Туба лучше звучит в оркестре. Да, в оркестре. Давай, задавай вопросы, потом ты уже подробно будешь рассказывать. Сколько клапанов обычно у Тубы? То есть клавиш, да, на которые нужно... Клапанов. Ну, это клапаны называется, но, в общем, на них нужно нажимать, и получается, и издаётся звук. Сколько? Может, варианты ответа дашь? Два, три, десять. Два, три или десять. Сколько клапанов у Тубы? 211-101. Срочно набирайте нас, потому что вопрос тут не на сообразительность, а уже на, собственно, на реакцию. Сколько обычно клапанов? Сколько обычно, да. Вопрос на реакцию. Быстрее дозвонитесь и выберите тот приз. Призов у нас ещё много. Нам редактор наш обещал ещё поднести в процессе передачи, если призы кончатся. 211-101. Ждём вашего. Что больше тебе нравится, Миша? Фортепиано или туба? Закономерный вопрос. Потому что на нем можно подбирать всякую музыку. А на тубе только аккомпанемент. А туба, она все-таки ограничена в количестве нот. Есть ли на звонок? О, я слышу, там звонят. Сейчас будем принимать уже. Скоро. Какой ты учишься уже год? Я. Так. Шестой. Шестой год уже учишься? Да. Ну и какие успехи? Выступления? Какие-то конкурсы музыкальные? Ну я на конкурсы не хожу. Я знаю, что в музыкальной школе, я тоже учился в музыкальной школе, там отчетный концерт какой-то бывает. В них участвуют в этих отчетных концертах. И потом все это... Зимой и уже в конце года. И потом это все идет в зачет. Оценки ставятся. Да. Есть звонок у нас? Принимаем? Давай, Миша, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Полина. Сколько тебе лет? Одиннадцать. Где ты учишься? В школе шестидесятой. И сколько же клапанов у Тубы? Обычно. Четыре. Четыре? Четыре. Но это редко бывает. Редко бывает. Да. Давай мы тебе еще дадим одну попытку. Еще одну попытку. Там были варианты ответа. Два, три или десять. Давай. Ну два как-то. Два как-то это несерьезно. Ну, еще? Десять. Нет. Нет? Нет, не десять. Так. Еще раз варианты напомни. Два, три или десять. Ну, точно не десять. Два, три или десять. Ну что, решайте судьбу-то, собственно. Будем еще давать одну попытку. Ну, четыре это тоже с одной стороны правильно. То есть правильно? Да. Это редко бывает. Но бывает. Полина ответила, что четыре. Да. Полин, ну, ты согласна, что ты победила в программе «Открывашка»? Да. Полин, говори, пожалуйста, поувереннее. Мы хотим все-таки с тобой пообщаться. Да, мы тебя поздравляем. Чуть позже ты выберешь приз. Но все-таки расскажи о своем увлечении. Наверняка есть у тебя что-то такое интересное. Я хожу на рисование. На рисование? А куда ходишь? Это художественная школа какая-то или что? Или кружок? Да. Полин. Я хожу в изостоке. В изостоке. А как она называется? Не помню. Не помнишь? Вдохновение. А, вдохновение. По-моему, известно из-за студии, по-моему. Ну так, без рекламы, конечно же. Так, а давно ты туда уже ходишь? Три или четыре года. Ммм, и что ты любишь рисовать? Какие у тебя любимые темы? Графика. Графика. О, да. А сколько у тебя уже работ таких вот законченных? В этом году одна. В этом, в смысле, наступившем в 2018? Нет. Ну, я начинала в 2017-м и сделала только одну работу в графике. Ага. Ну, она наверняка очень такая вот доскональная прям. Долго над ней наверняка трудилась, да? Да. А где она сейчас находится, если не секрет? Дома. Дома? На стене? Нет, в папке. В папке. А что ж ты стесняешься ее на всеобщее обозрение, что ли, выставить? Не знаю. Ну, хорошо. Какая-то Полина скромная у нас сегодня. Или, наверное, не проснулась. Полин, мы тебя поздравляем с победой в программе «Открывашка», конечно же. И с Рождеством тебя тоже поздравляем. Что ты хочешь выбрать? Конкретная цель? Приглашение. Приглашение. У нас есть еще приглашение в собачью деревню Махнатия, в кота-кафе Зокки, на спектакль в Драматический театр, на спектакль в Театр Кукол. На спектакль в Театр Кукол. В Театр Кукол пойдет, Полина. Хорошо. Не клади, пожалуйста, трубку. Передаем тебе нашему помощнику, вернее, помощнице. У нас середина часа, между тем, наступило 10.29 на часах. Настала пора традиционной музыкальной паузы, и мы сейчас замечательную рождественскую бодренькую песню с вами послушаем. После чего продолжим наш разговор о наших с вами увлечениях. Миша продолжит рассказывать про музыкальные инструменты, про свою учебу. И не только. И не только. Поехали. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Как мы рады, что родился Иисус. Продолжается программа «Открывашка». Еще раз всем доброе-доброе утро. Напоминаю номер нашего телефона 211-101. Сегодня, в честь того, что новогодние праздники еще продолжаются, мы говорим о наших с вами увлечениях, любимых занятиях, которым можно посвятить вот сейчас как раз таки больше времени, чем обычно, не отвлекаясь ни на работу, ни на учебу, ни на прочее важные и ответственные занятия. Миша Голиков, Злата Андреева. Меня зовут Владимир Сметанин. Мы ведущие «Открывашки». И, может, следующий сразу вопрос, Миша, задашь? Следующий? Да. Призов-то много у нас? Например. Просто так «Туба» называется. Это «Туба», а как она называется в оркестре? «Туба». В смысле? Ну, то есть какая партия в оркестре у нее, да? Да. Скорее-скорее так можно. И она называется в оркестре так же. И так вот прямо ее называют. Хорошо. 211-101. Как называют в оркестре? В составе оркестра такой музыкальный инструмент, как «Туба». Миш, «Туба» — духовой музыкальный инструмент? Да, духовой. Медный. Да. Медный духовой музыкальный инструмент. Расскажи об этом инструменте, пожалуйста, поподробнее. Ну, во-первых, размеры. Размеры где-то метр в высоту. Весит килограммов 7 эсне. Какая «Туба»? Эсне. Сразу надо сказать, что две разновидности «Туба» бывают. Да, это «Бэйна» и «Эсне». Они различаются по высоте звука? Да. На кварту отличаются? Да. 7 килограммов? Да, 7. И даже детишки на такой «Тубе» играют? Да, довольно-таки легкая. То есть как из... Ремень через плечо. А, ремень через плечо. И тогда легче гораздо. То есть не бывает разграничения на взрослую «Тубу» и детскую «Тубу». Ну... Все «Тубы» вот они такие тяжеленькие и большие. Ну, «Бэйна» еще больше. Еще больше? Да. Соответственно, она более низкий звук издает? Да. На кварту. Угу. Вот. Не тяжело, значит? Не очень. И сколько продолжаются занятия? Сколько урок на «Тубе» продолжается? Ну, два часа. Два часа? Да. В оркестре. Еще иногда сводные репетиции. Что ты сейчас разучиваешь? Сейчас «Прощание славянки с оркестром». «Прощание славянки с оркестром». Ну, я думаю, известная композиция на слуху у многих. Есть у нас звонок? Нет? Нет пока звонка. Ну, давай еще вопрос. Как в оркестре? В оркестре название. Какое название «Тубы» в оркестре? Подскажем, давай, все-таки, чтобы было попроще. 211. Три варианта. Три варианта, давай. Это фагот, бас или кларнет. Фагот, бас или кларнет. Вот что, на ваш взгляд, логичнее присвоить тубе в оркестре? При том, что кларнет и фагот — это самостоятельные инструменты. Инструменты духовые, да? Мало ли. Да. 211. 211, ждем вашего звонка. Так, продолжаем. То есть у тебя параллельно занятия на фортепиано? Да. То есть не параллельно, а, господи, как это? Чередуются они эти занятия, да? Занятия на тубе, занятия на фортепиано. Но при этом тебе фортепиано больше нравится? Да. А почему? Я там подбираю всякие композиции, группы, которые я слушаю. То есть что нравится? Да. Музыка, которая тебе нравится? Да. Тут же можно руки на клавиатуру и подбираешь, на слух подбираешь. Да, на слух. Ну, сейчас, в принципе, в интернете можно и найти партитуру, на слух подбираешь. Да. А на тубе так нельзя, что ли? На тубе у нее небольшой диапазон. Да, надо сказать, предупредить. У фортепиано сколько октав? У фортепиано? Субконтрактава, контрактава, малая, средняя? Малая октава, большая октава, первая октава, вторая октава, третья, четвертая. И в пятой октаве только до. Да, до. Вот сколько много октав на фортепиано? То есть диапазон очень большой по высоте звуков издаваемых. А у тубы сколько? Только октава? У тубы чуть больше октава. Я правильно понимаю, что ноты для тубы и ноты для фортепиано очень различаются? Для тубы партия, там намного-намного меньше нот. На нотном стане. Ну, там и гораздо ниже, там басовый ключ. Там басовый, собственно, да. Диапазон, да. Ключ. Есть звонок, да? Алло. Давай, Миша. Привет. Привет. Как тебя зовут? Софья. Сколько тебе лет? Пять. Что-то молодеет у нас открываешь. Есть у тебя какие-то хобби? Да. Расскажи, пожалуйста. Рисование. Рисование. А чем рисуешь? Карандаши, фломастеры, краска? Красные краски. Чаще краской. Так, мама. Краски. 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 Что любишь рисовать? Природу. Пейзажи. Пейзажи. Портреты. Нет? Маму не рисуешь? Людей, маму, папу. Рисую. Рисуешь. В общем, у тебя... Да. Многогранный такой. Многогранный спектр интересов художественных. Так, отвечай на вопрос. Что за партия, как называют в оркестре тубу? Или куан. Или бас. Или бас. Ну вот я последнее слово четко услышал. Бас. 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 Это правильный ответ. Да. Мы тебя поздравляем. Ура. Молодец. Молодец. Что ты хочешь получить в качестве приза? Смотри, у нас есть... Энциклопедию. Еще раз? Энциклопедию. Энциклопедию. Какие у нас энциклопедии? Ну вот тебе бы я предложила, наверное, энциклопедию млекопитающей. Про зверюшек. Что-то другое? Сказки. Сказки? Сказки. Сказки? Сказки. Вот у нас тогда есть книга «Страна сказок». Ее? Ее? Да. Да, хорошо. Все. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. У нас редактор есть. Она тебе объяснит, как можно этот приз забрать. Так, продолжаем наш разговор про музыку. Так, на Тубе сейчас ты разучиваешь прощение славянки. На фортепиано. На фортепиано. Сейчас этюд минует. Этюд минует. Поланы Сагинского был уже давно-давно? Нет. Не играл. Он сейчас вообще в программе, не в программе, я даже не знаю. Я учил в свое время, помню. Остальные произведения почему-то как-то уже из головы вылетели. Ну, и в перспективе, Миша, карьера профессионального музыканта или это пока только так, для общего развития? Пока так. Пока так. Да, для общего развития. Как-то не задумывался. Хорошо. 211-101. Позвольте, я вопрос задам, и мы снова к Злате перейдем. Уже про ее увлечение рисованием. Да? Про рисование поговорим? Или про что? Ну, можно, да, про рисование. Хорошо. Так, я спрашивал про увлечение нашего президента. А теперь я хочу отправиться в Голливуд, с вашего позволения. Да? Всем ясно, что это такое. Всемирно известная актриса Джулия Робертс. Как вы думаете, чем она увлекается? И прямо вот в Голливуде все об этом якобы знают. Итак, Джулия Робертс увлекается вязанием, лепкой, либо рисованием. 211-101. Первая попытка, если будет неправильная, она не в зачет. Вот, второй вариант, второй, вернее, вторая попытка, вторая возможность будет ответить у вас. Так что не расстраивайтесь и не стесняйтесь. 211-101. Так. Продолжаем, Злата? Да. Твоя очередь. Клюшку я, клюшку Злата отдала мне. Мы уже забыли про хоккей с мячом сегодня в открывашке. Я так буду держать все. Я занималась рисованием сначала в изо-студии. Занималась я там три года. Начинала рисовать самые такие простые какие-то картины в альбомах. В альбомах? Да, в альбомах. Ну хорошо, давай примем звонок. Миша, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Вика. Сколько тебе лет? 11. Где ты учишься? В Кэпле. Какое у тебя хобби? Я занимаюсь художественной гимнастикой и лепкой из глины. Ой, а это ты одновременно все делаешь тут? Во время движения в полете ты что-то лепишь из глины. Потому что художественная гимнастика это безумно красивый вид спорта. Я тоже раньше занималась. Зрелищный. И для девочки это, конечно, очень даже круто. А что больше тебе нравится? Гимнастика или лепка? Не знаю. Мне все нравится. Все нравится. А как долго уже занимаешься и тем и другим? Ну, лепкой я занимаюсь 3 года. А гимнастикой 7 или 8 лет. 7 или 8 лет? Слушай, можно я спрошу? Наверняка уже у тебя есть какой-то спортивный разряд. Первый взрослый. Первый взрослый? Ого. Это же очень здорово. До кандидата-то в мастера там недалеко уже остается? Я просто не слишком понимаю. Ну, нам еще нельзя выполнять только в следующем учебном году. А, ясно. Ну, мы тебе желаем успехов в этом отношении, да. Ну, хорошо. Отвечай по поводу Джулии Робертс. Чем она занимается? Она увлекается вязанием. Правильный это ответ. Вот я вчера буквально прочитал, что Джулия Робертс, оказывается, когда снимается фильм, и она там играет, она берет прямо на съемки с собой спицы. И где-то вот туда выдается какой-то перерывчик, она садится и вяжет. Обвязывает там всю съемочную бригаду, всевозможные носочки, чулочки, кофточки и так далее и тому подобное. Так, что ты хочешь у нас получить? Книгу. Какую? Смотри, у нас есть очень интересная энциклопедия. Художественная литература. Вот есть книжка. Страна сказок? Нет, Страну сказок. Не разыгрываем, что ли, мы сегодня? Есть, да? Да, вон, редактор нам подскажет. И еще есть книжка Дикая ведьма. Про Дикую ведьму или про Страну сказок? В общем-то, и то, и то достойно. Да. Про Дикую ведьму. Про Дикую ведьму. Тебе нравится мистика или что? Да. Нравится мистика, когда какие-нибудь колдуны и ведьмы насылают чары, и потом приходится от этого, от всего избавляться. Да, захватывающий процесс. Ладно, разделяем твои увлечения. Не клади, пожалуйста, трубку, с редактором нашим поговори, и узнаешь, как можно будет эту книжку получить. Так, про рисование дальше. Злата Андреева продолжает рассказывать свои увлечения. Потом я начала рисовать на листах А3. У меня не всегда получалось... А3 это больше, чем А4. Это вот как раз вот этот формат. Вот то, что я держу сейчас в руках, да? А3. Вот. Я начала рисовать на листах А3. Рисовала я за эти три года... Миша, хочешь посмотреть свои комментарии какие-то? Вообще, все, что можно. Рисовала пастелью, рисовала красками, рисовала просто какими-то маркерами, карандашами, тушью. Вообще, всем, чем можно. Вот эта, кстати, картина, она нарисована как раз тушью. Пёрышком. Да. Пёрышком, да. Так, она нарисована тоже, смотрю, еще в 2014 году подписана. Да. 8 лет не было. Я, честно говоря, не думал, что... Это одуванчик? Это одуванчик, да. Что одуванчик может выглядеть так красиво. Спасибо. Да. Прям, ну, очень-очень. Да. И тут такие скрытые смыслы еще как-то приходят на ум, что что-то тут еще не распустилось, а что-то уже распустилось, и семена тут полетели в одуванчик. В общем, такая жизнеутверждающая такая картина, да. Вообще, я очень рада, что я попала в эту вузо-студию, потому что там очень хороший педагог. Но, спустя вот эти вот три года, я начала пропускать занятия и перестала туда ходить. Это в связи с чем? Мальчики стали нас на свидание приглашать? Нет, просто мне было лень. Прогул. Прогул. И мне было за это очень стыдно, и в итоге я перестала туда ходить. Сейчас я об этом очень жалею, но рисую так просто для себя, либо в каких-то блокнотах, либо также на листах А4. Вот. Рисую вообще тоже все, что угодно. В основном это, наверное, портреты. И очень люблю рисовать руки людей. Рисую что угодно, в смысле, что на ум придет, или что видишь, что и рисуешь? Что на ум придет. Что на ум придет. То есть дай-ка, например, нарисуй гриб, ну, в смысле растение. Очень люблю... Дай-ка, например, нарисуй дерево. Очень люблю рисовать руки людей. Руки людей? Да. А почему именно руки? Я не знаю. То есть какое-то особенное, что ты в этом видишь? Просто я хочу себе красивые ногти, и я рисую людям красивые ногти. А тебе пока не дают красивые ногти делать что-то? Там на педикюр ходить? Нет. Просто у меня форма ногтей некрасивая. А форма ногтей? Да нормальная форма ногтей у тебя. Что ты? А вот это то, что я держу красиво в руках. Это вот не тот самый жанр или стиль, о котором мы говорили. Ну, когда вот черная ручка. Нет. Это не неопоприализм. Это просто перышком. Это не черная ручка. Это именно перо. Тушь. Понятно. Здесь нарисован снеговик. Да. Долго это вообще создавалось? Нет. За одно занятие. За три часа. За три часа? Ну как? По меркам радио. Три часа это огромное время. Куча передач, куча дел в эфире сделанных. Куча тем обсужденных и так далее. Три часа. Миша, ну как тебе? Нормально. А ты-то никогда не занимался рисованием? Я занимался в первом классе, по-моему. Специально ходил? Да, в художественную школу. Но не пошло? Нет. Как-то понял, что... Экзамены. Понял, что не твое? Так, в музыкальной школе тоже экзамен. Тоже надо сдавать. Музыкальная школа просто много времени занимает и не остается на художественной уже. Вот, наверное, поэтому я не хожу в художественную школу, потому что там экзамены. И потому что надо рисовать на какую-то прям определенную тему. Я думаю, сейчас мы можем отпугнуть много наших юных слушателей, которые собирались пойти в художественную школу, но вот сейчас узнали, что там очень строгие экзамены и туда не пойдут. Нет, там много знакомых занимается, им нравится. Давайте следующий вопрос задавать нашим слушателям. Миша, есть вопросы? Злата, есть вопросы? У меня-то еще куча вопросов. У меня тоже есть. Хорошо, поехали. Давай, Злата. Я занималась, на самом деле, очень много чем. И одним из моих увлечений недолгое время была лепка. Поэтому вот вопрос про лепку... Лепка из пластилина, соответственно. Нет, не из пластилина. Не говорите, из чего. Какой вот как раз-таки самый податливый материал для лепки? Материал для лепки? Самый податливый. Податливый, то есть тот, с которым легче всего, с которым обращаться. Да, это не пластилин. Не пластилин. А сколько вообще материалов? Я никогда, кстати, не задумывалась. Их очень много. Когда скульптуры делают, это вообще... Еще я лепила из соленого теста. Но это неправильный ответ, да? Да, это неправильный ответ. Это не самый податливый материал. Я леплю только из пластилина. Так, хорошо. 211-101. Я тут тоже своего рода лепкой и занимался. В эти праздничные выходные. Ремонт в квартире. Бетон, замазка стен, швов и так далее. Есть звонок-то, да, у нас? Да. Миша, принимай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Алина. Я учусь в 22-й школе. Сколько лет? В смысле тебе? Мне 8 лет. 8 лет. Не в смысле, сколько лет уже учусь, а сколько? А твой возраст. Алин, расскажи про свои увлечения. Я увлекаюсь... Я хожу в бассейн уже второй год. Я заработала третье место. Где? На каких соревнованиях? Что за масштаб? Район, школа? Район. Район. Районное соревнование по плаваням. Так. Твой любимый стиль? Мой любимый стиль — это кроль на спине. О. А у меня никогда не получалось плавать на спине и до сих пор не получается. Я признаюсь, тоже не очень. Когда не видишь, куда плаваешь это. Так. Так. Еще чем увлекаешься? Ну, все. Все. Плаванием. Ты будешь стремиться к тому, чтобы стать профессиональным спортсменом? Ну, да. Да. То есть есть такое желание, да? Не все это зря. Не ради такого сиюминутного какого-то удовольствия побыть в воде. А плаваешь с той целью, чтобы, ну, возможно, какую-то спортивную карьеру построить. Так. Отвечай на вопрос. Злата, повтори, пожалуйста. У нас был вопрос. Какой же самый податливый материал для лепки? Не пластилина и не соленое тесто. Это глина. Это абсолютно правильный ответ. Да. Это глина. А ведь глина тоже разная бывает. Если я не ошибаюсь. Это белая глина, белая глина бывает. Нет, это обычная глина. Вот я еще знаю, есть полимерная глина, из которой делают всякие украшения. Полимерная, то есть искусственная глина, да, какая-то? Ага. А можно я расскажу вам поздравления? А, да конечно, пожалуйста. Давай, для нас это тоже будет открытием. Ну что? В этот день святого Рождества каждый ждет от жизневолшебства. Чтоб больной здоровье приобрел. Чтобы странник до огня одобрел. Чтоб добро царило, а не зло. Чтобы всем, кто любит, повезло. Здорово. Молодец. Да, принимаем. И наши слушатели, я думаю, так с теплотой в сердце приняли эти слова, эти поздравления. Кстати, чьи слова эти? Кто написал? Ну, я имею в виду, это автор. Где-то опубликовано это. Или это твое сочинение? Это мне помогла бабушка. А, бабушка помогла. Вместе сочиняли. Замечательно. Так, что касается подарка, который ты хочешь у нас получить. Да, смотри, есть еще книги и приглашения. Книги и приглашения есть еще. А можно, пожалуйста, какую-нибудь толстую книгу? Толстую книгу? Толстую книгу. Ну, книжка-то у нас одна осталась, соответственно. Называется она «Страна сказок». Заклинание желаний. Автор Крис Колфер. И рассказывается в этой книжке о близнецах, которых зовут Алекс и Коннор. Они получают от бабушки подарок на свой 12-й день рождения. Старую книжку. Сказок, которая долго годы хранилась в их семье. И вскоре случается нечто странное. С виду обычная книга неожиданно превращается в портал. И брат с сестрой попадают в эту сказочную страну, где живут вот теми самими персонажами из своих сказок. Хорошо. Отлично, да? Ты уже заинтересовалась. Все, поздравляем тебя тоже с Рождеством и с победой в программе «Открывашка». Не клади, пожалуйста, трубку. Продолжаем наш рассказ. Так, мы еще про рисование-то не закончили. Вот тут, я смотрю, на столе тоже авторство «Златые». Какой-то терем, теремок или что это? Кремль. Это, я не знаю, что это просто. Или храм. Ну, кресты сверху. Наверное, храм. Наверное, храм. Но вот то, что так уже пришло в голову, то и нарисовал. Вот это тоже похоже на неопоприализм. Если бы это было нарисовано черной ручкой и без набросков. А, кстати, черной ручкой-то я не уточнил. Отрываться-то можно от поверхности рисования? Можно, да. Есть какие-то техники, где вообще отрываться нельзя. Вот такое у меня как раз никогда не получалось. И поехали, поехали. Я пробовала, да, вот такое рисовать. Так, еще одна картина не рассмотренная у нас. Вот это вот у меня просто было, по-моему... Ой, что это за чудо? Это у меня была, по-моему, тетрадка или блокнот. И я решила нарисовать кота, который был изображен на этой тетрадке. Вот. И нарисовала. Это, по-моему, давно уже было как-то, да? Это да, это давно было. Да, давнишний рисунок. Да, они тут все старенькие уже. Старенькие. Ну, тоже симпатично. А ты, кстати, где хранишь свои работы вот этих художественных? У меня папка в пакете, который стоит в шкафу. Они нигде не висят? Они нигде не висят. Не в детской комнате, нигде нет. Нет, у меня есть четыре картины, которые только висят. Это особенные какие-то картины? Нет, это не особенные картины. Ну, две из них. Ну, они красивые очень, которые мне нравятся. Ну, то есть, на твой взгляд, самые удавшиеся, да, такие получившиеся? Да, это был какой-то, по-моему, щенок и попугай. Попугай он рисовал семь лет. Я вообще не знала то, что я так семь лет могу рисовать. По-моему, это семь лет очень хорошо. Неожиданно для тебя получилось очень здорово, да? Это висит у моей бабушки, вот эти две картины. Еще две картины висят в моей комнате. Это цветочки. Они, я не знаю даже, под какую роспись сделаны. Ну, под авторскую, видимо, какую-то. Что получилось, то получилось, да. И еще у меня висит хомяк. Хомяк висит? Хомяк. Ну, в смысле, картина хомяка. Картина хомяка, да. Потому что натуральный хомяк, висящий, наверное, не слишком как-то так гуманно. Хорошо, у нас остается буквально 5-6 минут до конца открывашки. Слушайте, давайте подумаем. Вот у вас среди друзей, среди знакомых есть люди, у которых вообще увлечений нет? Или у всех как-то вот получилось так, что есть свое любимое занятие? Ну, у меня есть знакомый мальчик, но он вроде тоже чем-то увлекается. Я веду к тому, что, как вы считаете, вот насколько важно, чтобы у человека было какое-то свое любимое занятие? Я имею в виду не любимую работу, на которую он ходит каждый день, или не любимую учебу. А вот именно то, чем можно для души, для сердца позаниматься в свободное время. Насколько это важно, Миша? Ну, если много свободного времени, то это довольно-таки важно. А если его практически нет... А как его не будет, если... Ну, есть же выходные, например. Выходные, но у всех ведь есть выходные. Как у всех? Ну, например... Имеешь в виду в институтах? Вот у президента Путина... И то есть, я не знаю, но есть ведь некоторые работы, ну, например, работы, где очень мало свободного времени. Очень мало? Ну, все равно, значит, они работают по смене. Когда люди сгорают на работе, да? Да. Но так или иначе, важно, чтобы было любимое дело, да? Важно. А что вот вам дает непосредственно, когда вы занимаетесь любимым делом? Я еще занимаюсь театром, и у меня вот есть уже цель, скажем так, в жизни. Я хочу стать либо журналистом, либо телеведущей, либо актрисой. Журналист, телеведущая, актриса? Да. Ну, это как-то все близко, да. Да. Публичные, в общем-то, такие занятия, ну да. Ну, пока не определились, к чему больше ты склоняешься? Ну, вот, мои мамы с бабушкой хотят, чтобы я была журналистом. Журналист. Да. А я сама хочу быть вот либо актрисой, либо телеведущей. Вот недавно меня немножко уже переубедили в том, что стоит быть журналистом. Одна девочка, вернее, девушка сказала то, что ни на какую нормальную работу ее подруга не может устроиться по специальности журналиста. А что ты уже делаешь? Как ты идешь? Я вот занимаюсь театрой и у вас. Практикуюсь, да. И рисование, о котором ты сегодня нам подробно рассказывал, это очень даже полезное занятие и в актерском ремесле, и в журналистике. Да, конечно. Миш, музыкальная школа-то всерьез и надолго? Но ты ее заканчивать будешь уже? Да. Не будешь бросать, как это бывает с другими людьми очень часто? Там что-то начали и все забросили. Намерен все-таки. Сколько тебе уже остается учиться в музыкальной школе? Примерно лет пять. Примерно лет пять? Пять, год, четыре. А, по-моему, еще музыкальная школа дает какой-то балл к ЕГЭ, прибавляет. Да? По-моему, четыре балла. Не знаю. Я не в курсе. Я точно знаю, что спортивные достижения тоже ГТО, там прибавляет до ЕГЭ что-то. А вот насчет музыкального и другого творчества не знаю. Нас от некоторой девочки ради этих баллов и ходят в музыкальную школу. Слушай, ну это же... Я просто хожу. Это же своего рода такая каторга. Ну, когда ты против своей воли, ну или не слишком желает того, ходишь на эти занятия. Нет, все-таки, наверное, вот от чистого сердца, да, должно идти это стремление заниматься не только музыкой, другими любыми видами искусства и так далее. Остается пара минут. Может, зададим напоследок вопросы слушателям? Есть вопросы? У меня есть. Сейчас я опережу вас, задам. Задаю или Злата задаст? Задавайте. Давай. Или Миша задаст? Хорошо, задаю. Еще хочу упомянуть про такую всемирно известную личность, тоже актер голливудский Леонардо Ди Каприо. Ребят, слушатели, как вы думаете, чем он увлекается? 211-101. Подводное плавание, либо собирание паззлов, либо бейс-джампинг. А это что? Бейс-джампинг? Да. Я думал, я хотел у вас спросить. Я думал, вы знаете. Я не знаю. Бейс-джампинг это... Джампинг это прыганье. Да, да, да. Это когда забираешься на какое-нибудь веселое, высокое, вернее, строение, небоскреб или какая-то вышка, антенна. И с него прыгаешь? И с него прыгаешь. А, вот на тарзанке? Нет. Нет, парашют за спиной. То же самое, что из самолета, только гораздо ниже. Парашют за спиной. Он особой там, видимо, конструкции какой-то, потому что... Чтобы не зацепиться за тани. Да, высота не очень большая. Вот и я вычитал, что Лео занимается вот одним чем-то из этого. 211-101. Давайте. У нас звонок, по-моему, уже есть. Есть звонок? Есть. Давайте я его приму. Привет. Сразу рассказываю о себе, сколько тебе лет, где учишься? Здравствуйте. Меня зовут Маргарита. Мне 14 лет. Я учусь в 70-й школе. Маргарита. Ну, ты, Маргарита, девушка уже такая, да, наверняка симпатичная. Наверняка Леонардо Ди Каприо тебе тоже симпатичен. Ну, так. Так, бывает. Ну, я помню, помню. Вот много-много лет назад у моих знакомых, вернее, у моих одноклассниц, да, даже постеры висели Леонардо Ди Каприо. Я уж не знаю сейчас. Лео уже сейчас достаточно такой зрелый мужичок. Может быть, уже и не висит он у молодых барышень в спальных комнатах. Хорошо, отвечай. Чем увлекается он? Подводным плаванием, собиранием пазлов или бейс-джампингом? Бейс-джампингом. Прочитала где-то, да? Нет, мне мама сказала. Мама сказала. А, мама была поклонницей, видимо, или и остается поклонницей Леонардо Ди Каприо. Да, я вычислил, что действительно Ди Каприо увлекается бейс-джампингом. У него даже были инциденты, представляете, с полицией, когда он прыгает, приземляется, а его тут задерживают. Потому что нельзя это делать. Это риск для жизни и риск для окружающих. Ну, ты прыгнул, можешь грохнуться куда-нибудь. Кому-то на голову. Да, мало того, что сам разобьешься, уж прошу прощения, ты еще и кому-то навредишь. Маргарит, что ты выбираешь? Энциклопедию. Какая у нас еще? Ну, тебе бы я, опять же, предложила бы либо энциклопедию тела человека, либо энциклопедию млекопитающей. Тело человека. Тело Ди Каприо можно будет изучить. Можно туда тело человека. Хорошо, забирай, пожалуйста. Мы тебя поздравляем с победой в программе «Отрывашка» и с Рождеством и с наступившим Новым Годом. Я смотрю на нашего звукорежиссера, он, видимо, нас сейчас будет выгонять потихоньку из эфира, потому что мы чуть-чуть уже перебираем. Итак, вот мы, как сегодня пообщались, здорово сделали очередные открытия по поводу того, кто из нас чем увлекается. Ну, и давайте пожелаем нашим слушателям, если у них нет любимого занятия, обязательно его найти. Да. А если есть оно, то успешно в нем развиваться ступенька по ступеньке, подниматься все выше и выше в своем мастерстве. Чего, собственно, и вам желаю. Тебе успехов, Миша. Да. В музыке. И, возможно, ты найдешь для себя еще много-много других хобби и увлечений. И тебе, Злата, тоже желаю больших успехов. Еще раз всех с Рождеством поздравляем. С Рождеством. И всего доброго. Программа «Открывашка» на этом завершена. Пока. Детская познавательная программа «Открывашка».